Всем привет! А как вы относитесь к поздним моделям Volkswagen, TSI и всякими там DSG? Итак, приготовьтесь к очень длинному рассказу про первый компактный кроссовер от компании Volkswagen. Неужели Tiguan безнадёжен? Либо же его надо правильно обслуживать? Сейчас обо всём расскажем. Итак, встречайте Volkswagen Tiguan первого поколения. Volkswagen Tiguan оказался типичным детищем от концерна VAG. На момент своего появления он стал оснащаться самыми современными двигателями от компании VAG. Среди них нет ни одного атмосферного. Двухпедальные версии оснащались как традиционным автоматом, так и преселективными DSG. Кстати, чтобы опознать DSG, надо просто взглянуть на селектор КПП. При этом Tiguan построен на платформе PQ35, а это увеличенный до габаритов кроссовера Golf 6 с общими для него и для Passat B6 компонентами. Можно сказать, что до 2012 года Volkswagen Tiguan переболел всеми болячками. Ну, к двигателям доверия не было, DSG вселяли ужас, а от сколов на кузове этого шедевра немецкого автопрома наворачивались слёзы. В этом обзоре мы не будем перечислять все страхи, которые пережили первые и вторые владельцы вот этих машин. А расскажем, с чем живут вот эти вот кроссоверы сегодня. Не так уж редко на Tiguan появляется коррозия на задних арках и задних крыльях в местах стыка с задним бампером. Дело в том, что в эту маленькую щель попадает песок и грязь, затем краска протирается и оголенный металл начинает ржаветь. И еще добавим, что ржавчина здесь появляется именно на автомобилях, которые были собраны в России. После снятия бампера будет видна вся картина. Более обширные очаги коррозии прячутся как раз вдоль линии примыкания боковины бампера к крылу и арке. Сколько не перекрашивай, все равно в этом месте будет протираться краска, и все это опять будет ржаветь. Так что лучше один раз нормально перекрасить и нанести на краску бронепленку, чтобы краска не протиралась. Еще по славной традиции кузовов Volkswagen из 2000-х протирается, лопается и отваливается краска возле дверных ручек. Еще протирается металл на колесных арках под вот этими пластиковыми накладками в районе крепежных отверстий. То есть краска вдоль этих самых накладок вздувается. Поэтому если вы будете проверять перед покупкой автомобиль толщиномером и на арках будет слой краски что-то более 140 микрон, значит прежний владелец занимался косметическим ремонтом. Ну а в остальном с краской и кузовом у Tiguan неплохо, но естественно все зависит от условий эксплуатации. Если эксплуатировать автомобиль в наших соленых зимах, то тогда могут пострадать от ржавчины все кромки дверей, а также пороги в тех местах, где из-под колес летит соль, песок и грязь. Сколы на капоте и над верхним краем лобового стекла обычно покрываются поверхностным слоем ржавчины. Ну а если обильная коррозия поразила другие элементы, то это значит и свидетельствует о ДТП и кузовном ремонте в прошлом. Ну а если ржавчина выглядит из-под молдингов, то значит автомобиль не часто мыли от суровых дорожных реагентов. С годами появляются глюки, отказы электроники, и все это из-за осыпания и оплетки проводов. В зоне риска провода в жгутах на изгибе в дверных проемах. То есть провода осыпаются, обрываются, и тогда механизмы в дверях перестают работать. Бывают случаи намокания ковролина под ногами пассажира, и это происходит из-за того, что вода в салон попадает через технологические отверстия, которые находятся вот в этой стойке. И если отодвинуть обшивку на уровне петли, то там будут и технологические отверстия, и вода, которая скопилась. В общем, воду оттуда надо обязательно слить. Затем желательно снять правое переднее крыло и локер. Все отверстия, которые вы там увидите, должны быть закрыты заглушками. Также осмотрите герметик на стыке кузовных деталей. В этой же колесной арке щелей и трещин там быть не должно. Все замажьте герметиком, установите заглушки, чтобы вода не попадала в салон. Ну а если Tiguan оснащен панорамной крышей, то надо прочищать дренажные трубки, проложенные от сдвижной секции вниз по стойкам крыши. Tiguan не обошла проблема, связанная с поломкой шарнира педали акселератора. Педаль здесь, как у большинства соплатформенников этой машины, напольная, а шарнир представляет из себя что-то вроде рояльной петли. Бывает так, что в зимнюю погоду снег, налипший на обувь водителя, попадает под педаль, за ночь замерзает и утром при нажатии на педаль шарнир ломается. В этом случае придется покупать либо бу-педаль, либо же новую. Вентилятор печки со временем может заскрипеть, что лечится его снятием, разборкой, чисткой и смазкой. Но иногда придется купить новый вентилятор. Новый оригинальный стоит 500 долларов, но есть заменители в пять раз дешевле. Кстати, на Тигуанах после 2012 года и проводка, и вентилятор стали более надежными. А вот заслонки в воздуховодах в недрах передней панели могут заглючить, но на это указывают соответствующие ошибки. Ну, а если перестали работать кнопки на рулевом колесе, то значит, надо менять подрулевой шлейф. В принципе, обо всем, что мы только что рассказали, об этих мелких поломках, они свойственны автомобилям. Бензиновые двигатели для Тигуан первого поколения – это, как правило, 1.4 TSI и 2.0 TSI. Про них говорят разное, но опыт показывает, что любой из них, особенно если машина выпущена после 2012 года, можно брать. Более старые версии можно тоже рассматривать к покупке, если двигатель нормально обслуживался и в нем были заменены определенные детали, например, цепи ГРМ, натяжители. Ну, то есть, те детали, которые пережили несколько ревизий. С самого начала продаж младшим двигателем для Тигуан был 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил, а это значит, что он оснащен турбиной и приводным нагнетателем Roots. Кстати, мы недавно разбирали такой мотор, поэтому, кому интересно, айда посмотрите в наш плейлист. По большому счёту, от покупки автомобиля с двигателем 1.4 TSI Twin Charger многие отговаривают. Мы же говорим, будьте осторожнее. При покупке автомобиля с этим двигателем двигатель должен быть сухой по всем уплотнением и турбине, а также обязательно сделайте диагностику на фирменном сервисе. При эксплуатации меняйте масло каждые 8000 км, прислушивайтесь к цепи ГРМ, также держите в чистоте систему вентиляции картера, а также со временем будьте готовы к проблемам со стороны клапана N249 и N75. Они управляют по-своему наддувом. С октября 2010 года на Тигуанах появился двигатель 1.4 TSI с одной турбиной. И не поверите, это считается надёжный двигатель. Но что в нём может огорчить, как и в его твин-турбированном собрате, так это трещина в выпускном коллекторе. А так как выпускной коллектор является единой деталью с горячей улиткой турбины, то его замена подразумевает и замену турбины. Но чтобы сэкономить, можно поискать выпускной коллектор на бэушке. Обязательно обратитесь в «АвтоСтронг». Ещё турбина может беспокоить подтеканием антифриза по трубкам, соединённым с её картриджем. Может износиться заслонка перепускного клапана в горячей части. Могут появиться запотевания масла на патрубках, подсоединённых к холодной части. Всё это решается, и серьёзными расходами не грозит, если вовремя обратиться на СТО. Вот знаете, тормозить по жизни – это не совсем хорошо. А вот хорошо тормозить на автомобиле – это просто необходимость. Как говорится, безопасность прежде всего. Итак, встречаем. Тормозная жидкость «Росдот» на рынке уже очень много лет и показала себя в наилучшем ключе. По качественным характеристикам для тормозной жидкости – это температура кипения, вязкость и антикоррозийные свойства «Росдот» превосходит требования международных стандартов, благодаря чему имеет большое количество допусков ведущих автозаводов страны и СНГ и используется в качестве первой заливки. Кроме того, «Росдот» используется для гарантийного и постгарантийного обслуживания в официальных дилерских центрах и СТО, что только подтверждает качество этой тормозной жидкости. Что даёт обычному потребителю это качество? Тормозные жидкости «Росдот» позволяют сохранять стабильность при экстремально низких и высоких температурах, при экстремальных нагрузках и сохраняют быстродействие системы ABS. Запатентованная рецептура продлевает срок службы манжет и тормозных шлангов, применяемых в тормозных системах, что отлично сказывается на сокращении тормозного пути и устойчивости автомобиля при торможении, а также экономии на обслуживании авто. Для самых современных автомобилей я рекомендую использовать «Росдот» Dota 4 класс 6 – это низковязкая синтетическая тормозная жидкость, которая отлично подходит для автомобилей с электронными тормозными системами, оборудованными ABS и ESP. Ссылку я оставил в описании. А по промокоду ASTRONG15 скидка 15% на все виды тормозных жидкостей «Росдот» при покупке на «Озон». «Росдот» тормозим эффектно и эффективно. Проблем с цепями на моторах 1.4 TSI быть не должно. С 2012 года все проблемы с приводом ГРМ решили, а более ранние версии моторов оснастили новыми цепями, звездочками и натяжителями. Двухлитровые моторы у Tiguan первого поколения семейства EA888. У них врожденный жор масла. Чтобы не усугублять его, надо менять масло каждые семь с половиной тысяч километров либо же раньше, если вы эксплуатируете автомобиль в пробках. Не усугубляйте. Несмотря на всю свою технологичность и крепкий чугунный блок, этот двигатель при больших пробегах начинает интенсивно потеть маслом. А причиной может быть слопнувшая мембрана маслоотделителя. Чтобы проверить систему ВКГ, надо открутить пробку маслозаливной горловины. Если двигатель будет работать нормально, а оттуда еще будет выходить воздух, то значит, менять надо клапан ВКГ. При такой проверке, когда открутили маслозаливную горловину, двигатель должен затроить и практически заглохнуть. Надо поменять маслоотделитель на новый, последней ревизии. Оригинал стоит 150 долларов. Если появится запотевание по заднему сальнику коленвала, при этом мокрым будет стык между двигателем и трансмиссией, то вместе с этим может появиться отроение двигателя, так как исправная система вентиляции картера начнет подсасывать воздух через негерметичный сальник коленвала. А еще отроение мотора 2.0 TSI завязано на загрязненные форсунки, уставшие катушки зажигания и изношенные свечи зажигания. Перепускной клапан в горячей части турбины на этом моторе тоже может звенеть, но уже из-за износа шарнира тяги актуатора. Бывают не такие уж редкие случаи, когда на панели приборов этого автомобиля загорается красная масленка с мотором 2.0 TSI. И это низкое давление масла вызвано пробитием сеток в опорах балансирных валов. Если такое произошло, то надо срочно машину ставить на прикол и готовиться к дорогостоящему ремонту по замене балансирных валов. Цепь ГРМ мотора 2.0 TSI служит примерно 100 тысяч километров. И при покупке вот этого автомобиля с мотором 2.0 TSI крайне важно через ревизионное окошко в кожухе ГРМ оценить выступание штока цепи ГРМ. Если шток выступает на шесть черточек, то цепь ГРМ надо менять. Помпа двигателя 2.0 TSI приводится отдельным ремешком от левого балансирного вала со стороны маховика. Помпа оригинальная, стоит 400 долларов. Иногда ее надо менять из-за утечки антифриза по корпусу. А это связано частенько с растрескиванием ее пластикового корпуса. Еще во впускном коллекторе двухлитрового турбомотора есть вихревые заслонки. Ошибки по их положению возникают обычно из-за соскакивания приводного штока от актуатора. Также возможен выход из строя датчика положения заслонок и их срабатывание с подсосом воздуха. В общем, с мотором 2.0 TSI нужно быть начеку, хотя вот все рассказанные проблемы растянутся и случатся по разу за 200 тысяч километров пробега. С мая 2011 года под капотом Tiguan появились моторы семейства EA888 второго поколения. Они встречаются на рынках Европы, а у нас встречаются реже. Но много всего интересного вы можете узнать из нашего отдельного обзора, так что обязательно, если интересно, поищите. Очень редко на Tiguan встречаются 1,8-литровые турбомоторы. Эти двигатели тоже относятся ко второму поколению семейства EA888, а эти автомобили были предназначены для продажи в Европе. Дизельный мотор у Tiguan был только один. Это двухлитровый дизель семейства EA889 с топливной системой Common Rail. У нас, кстати, есть подробнейший обзор этого двигателя на канале. Ранние версии этого двигателя были оснащены пьезофорсунками Bosch. Затем в 2011 году топливную систему обновили и форсунки заменили на электромагнитные. Чтобы эти двигатели не погибли от масляного голодания по причине отключения маслонасоса, то надо раз в 100 тысяч километров заменить шестигранник его привода, то есть привода маслонасоса. Это актуально для моторов, которые были выпущены до 3 ноября 2009 года. Длина этого шестигранника была 77 миллиметров. Затем шестигранник удлинили до 100 миллиметров и проблема исчезла совсем. Но некоторые владельцы до сих пор предпочитают менять эту копеечную деталь раз в 200 тысяч километров. В целом двигатели 2.0 TDI – это отличный выбор. Сверяйте его мощность по буквенному обозначению на стикере и также помните, что эти двигатели, то есть автомобили с этими двигателями не покупают для маленьких пробегов. Поэтому надо пробить пробег по блокам управления, а также сверить его с данными по моточасам. С механическими трансмиссиями у Tiguan все в порядке, а вот двухпедальные версии оснащались как обычным классическим автоматом, так и преселективными трансмиссиями DSG. Сухая семиступенчатая трансмиссия DQ200 – это первая трансмиссия в своем роде. Поначалу она очень редко встречалась на автомобилях с двигателями самыми мощными 1.4 TSI, так называемыми «твин-чарджер» и на автомобилях с еще более редким двигателем 1.8 TSI. После появления 1.4 TSI на 122 л.с., эта трансмиссия стала постоянным опциональным спутником автомобиля Tiguan. Много проблем создала эта трансмиссия, но в 2012 году ее улучшили, а также довели до ума более ранние автомобили. И если вам попадется рестайлинговый Volkswagen Tiguan с двигателем 1.4 TSI на 122 л.с., с трансмиссией DSG, то этот автомобиль можно смело рассматривать к покупке, особенно если машина куплена у официального дилера и есть история обслуживания. Перед покупкой или в ходе эксплуатации этой трансмиссии можно и нужно проводить диагностику. А диагностика – это не просто считывание ошибок, а изучение фактических параметров работы трансмиссии. Диагност должен знать и понимать, что при диагностике DQ200 его должно интересовать фактическое давление в гидросистеме и его вероятные возможные скачки от нормы, то есть от 42 до 60 бар. Также изучается зазор в сцеплении по ходу его штоков, по которым можно оценить состояние дисков сцепления, их деформацию. Отдельно можно посмотреть температурные режимы работы сцепления и даже коэффициенты трения. Обычно сцепление в этой 7-ступенчатой DSG служит примерно 200 тысяч километров до износа, но стоимость сцепления огорчает полторы тысячи долларов. Еще в DQ200 надо менять масло. Один литр стоит 20 долларов, который заправляется в ее гидросистему. Еще понадобится 2 литра фирменной минералки по 35 долларов за банку. Эта минералка заправляется в редуктор. С полным приводом на Tiguan сочетаются мокрые DSG. С двигателем 1.4 работает трансмиссия DQ250. Она появилась в 2003 году и, можно сказать, что сразу получилась надежной. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Эту трансмиссию надо сразу же диагностировать, когда появляются какие-то вопросы по адекватности ее работы. Хотя параметров для рассчитывания заметно меньше, чем в DQ200 сухой DSG. Но профильные специалисты должны разобраться. Каждые 60 тысяч километров в этой трансмиссии надо менять специальное масло. Специальное масло стоит 40 долларов за 1 литр. Всего надо 5 литров, умножайте сами. Хотите сэкономить, есть предложение по неоригинальному маслу – 80 долларов за 5 литров. Также фильтр с его прокладкой подлежит замене. Некоторые владельцы устанавливают увеличенный теплообменник от заряженных моделей VAG. Такая деталь обойдется в 250 долларов, но есть заменители в два раза дешевле. В целом же, при адекватной эксплуатации DQ250, эта привлекательная трансмиссия привлекательнее, чем DQ200. Но не стоит дрифтовать на ней. Также ездить с пробуксовками, потому что дифференциал может не выдержать. С двухлитровыми моторами работает другая мокрая DSG DQ500. Эта трансмиссия считается самой надёжной из поперечных преселективов от VAG. Диагностируется она точно так же, как DQ250. Старшая DQ500 надёжная, но при неадекватной эксплуатации может треснуть пластина двухмассового маховика. Вообще, все версии первого Tiguan, кроме одной, оснащены двухмассовыми маховиками. Особых жалоб на их ресурс нет. Эти детали надёжны при адекватной эксплуатации. Но при пробегах после 300 тысяч километров придётся выложить полторы тысячи долларов на оригинальный двухмассовый маховик, то есть на комплект. Ну, либо же в два раза дешевле на заменитель. Чаще всего с двухлитровыми моторами на вторичке вам будут встречаться Tiguan с обычной шестиступенчатой автоматической классической трансмиссией от Aisin. Такие версии продавались параллельно вместе с версиями с DSG, но были предназначены для продажи нашими дилерами. Такая же практика была и в США. Как правило, двухлитровый бензиновый мотор мощностью 170 лошадиных сил и дизельной мощностью 140 лошадиных сил идут именно в паре с трансмиссией Aisin. Здесь нет никакого двухмассового маховика. Сама трансмиссия не такая распространённая, как DSG, но менее хлопотная. Вообще она и при ремонте ещё дешевле. Просто меняйте в ней АТФ каждые 60 тысяч километров. На частичную замену надо 4 литра масла. Один литр оригинального масла стоит 40 долларов, но есть аналоги по более приятным ценам. А фильтр становится доступным при снятии поддона. Кстати, отдельный вынесенный вперёд радиатор АКПП у тигуанов присутствует. Следите за его чистотой. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, помните, что в «АвтоСтронге» помимо очень качественных БУ запчастей, есть абсолютно новые запчасти. Ну что, мы на СТО и продолжаем. При больших пробегах может появиться ошибка по вентилятору радиатора, указывающая на нарушение электропитания. В этом случае вентилятор не будет работать на первой скорости. Ну, если такая проблема случилась, то надо поменять вентилятор на новый. Новый стоит 400 долларов, но есть куча заменителей по 100. Радиатор кондиционера находится сразу за передним бампером, и он беззащитен под ударами камешков. В общем, со временем радиатор сбивается грязью наглухо, соты деформируются, и это приводит к сквозной коррозии. Радиатор надо содержать в чистоте. Наш совет – это поставить сеточки в воздухозаборнике напротив радиатора. На Тигуанах с АКПП слабовата верхняя опора трансмиссии. Она разбивается буквально каждые 60 тысяч километров, и затем появляются пинки при включении переднего или заднего хода. Владельцы заметили, что гидроопора от Audi TT и Passat CC служат гораздо дольше, а за новую такую выложить придется примерно 200 долларов. Владельцы полноприводных Тигуан с дизельными двигателями должны знать, что подвесной подшипник карданов вала ничем не защищен и вскоре загудит из-за высохшей смазки и попавшей вместо этой смазки грязи. Вообще инженеры сэкономили, то есть инженеры Volkswagen и убрали с дизельных Тигуан полноприводных тепловой кран. Его можно купить и установить отдельно. Стоимость 125 долларов. Подвесной подшипник по оригиналу не продается. Хороший заменитель стоит примерно 200 долларов. А вообще без профилактической смазки подвесного подшипника он служит примерно 120 тысяч километров. На Тигуан с большими пробегами надо следить за состоянием эластичной муфты карданного вала. Бывает, что ее обрывают на ходу. Новая оригинальная эластичная муфта стоит 700 долларов. Хорошие заменители от 230. Вот как вы видите, у нас Тигуан не полноприводный, а моноприводный. Поэтому показать все это добро вам не сможем. Продолжаем про полный привод. Карданный вал у полноприводных автомобилей вращается постоянно. А вот за соединение его задним редуктором, то есть за подключение задней оси, отвечает электрогидравлическая муфта Haldex 4-го поколения. Так вот, в ней просто необходимо менять масло каждые 60 тысяч километров, иначе электромотор выйдет из строя. Литр оригинального масла стоит 50 долларов, а фильтр надо заказывать по каталогам Volvo. ВАК до сих пор их не предлагает. Масло в заднем редукторе меняется отдельно. Ни в коем случае не путайте это масло с маслом для муфты Haldex. В задний и передний редуктор идет по литру оригинального масла, то есть тоже примерно по 50 долларов за литр. А вот в угловой редуктор, то есть в раздатку, идет сорт другого масла, тоже плюс еще 60 долларов за литр. Его надо обновлять раз в 120 тысяч километров. Хомут на соединении двух частей глушителя ржавеет быстро. Гораздо быстрее, чем сам глушитель. Затем он трескается и начинают отсюда подсекать выхлопные газы. Оригинальный такой хомут стоит 35 долларов. Тегуан оснащен электромеханическими сервоприводами. Так вот, под пластиковые крышки этих сервоприводов набивается грязь, что приводит к износу шлицов редукторов. Зимой редукторы могут замерзнуть, и это приведет к тому, что кроссовер не сдвинется с места. Чтобы ехать дальше, надо снять сервоприводы суппортов. Каждый такой сервопривод по оригиналу стоит 170 долларов, но есть заменители, которые подешевле. Про ходимость подвески Tiguan много противоречивых отзывов. У кого-то все сайлентблоки трескались уже к пробегу в 100 тысяч километров, у кого-то все выхаживало по 200 тысяч километров. Скорее всего, на 2023 год во всех Tiguan уже подвеска заменена на неоригинал. Обратите внимание на задние сайлентблоки передних рычагов. Они установлены в съемных консолях. Так вот, оригинальные сайлентблоки имеют по две прорези для лучшей эластичности. Стоят по $45. Но для лучшей ходимости лучше установить сайлентблоки, усиленные, без прорезей от Audi TT RS. Стоят они в два раза дороже, но также есть усиленный неоригинал без прорезей. Токи переднего стабилизатора стоят по оригиналу $30 и способны пробежать 60 тысяч километров. А вот втулки переднего стабилизатора отдельно по оригиналу не продаются. Но есть много неоригинальных заменителей. Опорные подшипники передних амортизаторов ходят долго, когда изнашиваются и начинают скрипеть. Стоимость недорогая, по 25 долларов. А вот ступичные подшипники дорогущие. Их надо заменить. Рекомендуем каждые 100 тысяч километров, потому что они изнашиваются. Бывают случаи, когда коррозия разъедает торсион заднего стабилизатора, и он тогда ломается. Неудивительно, потому что он полый. Вообще, задний стабилизатор бывает двух размеров – в плане толщины стенок и сечения. Оригинальный стоит $130. Но лучше поискать на разборках. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг-М». Задняя подвеска у обычных и полноприводных Tiguan отличается в основном колесными цапами. Вот эти нижние подпружиненные рычаги лодочки страдают от коррозии. И когда приходит время перепрессовать сайлентблоки со стороны подрамника, то проушины могут лопнуть. Но, как удивительно, эти рычаги по оригиналу недорогие – по $110 за штуку. Цена на сайлентблоки поперечных рычагов тоже радует – по $15. А вот верхняя тяга по оригиналу обойдется $85. Ну что, получился огромный рассказ про Tiguan. Но по-другому никак, потому что эти машины непростые и технологичные. Но зато ездят очень бодро и это многим нравится. При адекватном обслуживании Tiguan пройдет без дорогостоящих поломок и 300 000 км. Главное, не пропускайте периодичную диагностику двигателя. Также защитите опору кардана и обращайте внимание на те мелочи, о которых мы вам сегодня рассказывали. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».